И сегодня мне предоставилась такая возможность говорить по Новому Завету и хоть я немножко волнуюсь но внутри меня горит немножко огонь я хочу, чтобы он разгорелся у многих из нас и вы как видите у нас подготовлены к столу хлеба при лампе и пока я буду говорить то, что Господь мне положил на сердце я хочу, чтобы вы подготовили свои сердца к его при лампе потому что мы будем касаться каких-то вещей, чтобы все-таки в какой-то степени освобождаться от того, что я нарушаю и я сегодня как-то необычно буду, может быть говорить по пробегусь, может быть, небольшой марафон такой, что по Брит Хадасад 12 по 17 главу и кое-какие моменты буду какие-то стихи захватывать и говорить о том, что я чувствую в этом направлении и поэтому я прошу, чтобы руах кодыш открыл нам сердца и чтобы за это время наши сердца были концентрированы в нашем Господе, чтобы к тому моменту, когда мы подойдем к левопреломлению что-то внутри нас произошло и изменилось что-то внутри нас произошло и изменилось и благодарю тебя, Господь, за эту милость и благодать я начну с двенадцатого стиха, с двенадцатой главы от Луки а может быть даже с первых стихов вот и со второго стиха вообще это интересная глава, где мы видим, Господь говорит нам о многом и в основном дает нам понимание взаимосвязи с ним, взаимоотношениях взаимоотношениях между друг другом и быть подготовленным к тому, чтобы конец света все-таки то есть, конец этого света наступает я верю, что его свет приближает и со второго стиха двенадцатой главы нет ничего сокровенного, что не открылось бы и тайного, что не узнали бы поэтому, что вы сказали в темноте, то услышите вас светли и что говорили на авто, мы три дома то будет провозглашено на кровлях Лукас двенадцатая до второго стиха я думаю, здесь ничего такого нет, чтобы понять эти стихи потому что, на самом деле, есть много тайного у нас внутри и нашей жизни и в этих стихах говорится, что нет ничего тайного, чтобы не было известно написание, что все тайное станет явно и рано или поздно, какие-то наши тайные вещи вырезают наружу при каких-то обстоятельства при каких-то ситуациях и меня толкают на то, о чем говорил Иоанн, апостол первый Иоанн чтобы мы выходили во свете были прозрачными и тогда Кровь Ишуа обмывает нас от всякого греха есть личьи, которые мы держим внутри себя и они не мешают нам по жизни и прорвать и даже еще иметь больше близости и отношения с Господь и поэтому Господь как бы дает направление чтобы мы не держали внутри то есть, что Иоанн делает, что Иоанн делает и освободится от него и он дает нам возможность чтобы на самом деле Кровь Ишуа умеет, очистить его чтобы мы не могли быть кимом на руке и дамы Ишуа дальше, четвертая стиха говорю же вам, друзьям моим поскольку вызывает нас друзьям Иоанн говорит нам не будет забивать их тела и потом не могут их ничего более сделать но скажу вам, как он боится боитесь того, кто по убиению может вернуть гиену да, говорю вам того, боюсь и в этих стихах я вижу, что мы не боимся людей боимся ситуаций боимся обстоятельств боимся каких-то прислуг в этом мире в суете, которые вокруг нас но Господь говорит, кого нам боятся и поэтому я молю, как молился царь Давид чтобы прошу данные страха Господня чтобы мы боялись чтобы мы могли делать то, что понравилось ему и если мы говорим что мы любим Бога какими-то мы говорим что мы любим и Абраты своего ненавидим. И от хабар שלנו, Сонин. Азактуби мы говорим, что мы не шекранили. И пусть страх придет к нам, чтобы мы начали любить, уважать тех, которые находятся рядом с нами. Ихиддуши стихи говорят, чтобы мы не боялись говорить о нем. Все, кто исповедует меня перед людьми, и Сын Человеческий исповедует перед Ангелами Божьими. Восьмой стих. А кто отвергает меня перед людьми, тот отвергнет будет перед Ангелами Божьими. И все, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. А кто скажет слово на Святого Духа, тому не простится. О чем я могу говорить здесь? Мы иногда боимся говорить о Господе. Мы боимся говорить о Злое вере. Но Господь честно говорит, что исповедуйте. Если мы его не исповедуем, то вопрос в какого Господа мы верим. Если мы не исповедуем, я думаю, что в этом и есть хулаг на Духа Святого. Почему? Потому что Духа Святого мы только можем сказать, что Иешуа есть Господь. И что Он есть Машиах. Пусть Господь нам даст мудрость. В той области, в которой мы профессионалы. Чтобы мы могли просить, как подойти к тем людям, которые люди искусны. Чтобы мы могли сказать на том языке, и открыть им истинно. Особенно народу, который находится здесь. Мы помеохать для Ам Шилану, для Ам Исраэль. И образом жизни. И не только в милим Шилану, или в этнахгут Шилану, в хаим Шилану, в хаим Шилану, в хаим Шилану. Я столкнулся с одной ситуацией в Казахстане. И среди пастеров было собрание. И началось осуждение по поводу чудес, которые происходят в Торонто или еще где-то. И начали отвергать какие-то вещи. Но ко мне пришел страх. Думаю, а есть ли этот Дух Святой? Как я могу говорить против его действия? Надо проверять все, анализировать, размышлять. Дальше Господь говорит, смотрите в 15 стихе, берегитесь в любостяжательство, любостяжание. Ибо жизнь человека не зависит от изобилия и его имущества. И дальше Он говорит о тех вещах, что мы заботимся о чем-то. И Господь показывает, что видите, посмотрите на птиц, посмотрите на цветы. Не заботитесь о тех вещах, о изобилии, о каком-то имуществе, которые необходимы для нас. Конечно, все это нужно. Но, как мы смотрим на это? Господь говорит, более всего, ищите царство Божие, и это все приложится вам. И что такое царство Божие? И в 17 главе, от Луки, там, то, что Господь говорит, именно, когда они задали вопрос о царстве, где оно царство Божие, И Иешуа сказал, Иешуа сказал, и по шутмета, ищите. И для меня писался просто Эденский сад, где Бог посадил человека, и сказал ему, чтобы этот царство, чтобы этот царство умножался. И подобное царство, внутри которое нас, оно должно умножаться, расширяться. И над этим тоже надо трудиться. Это работа взаимоотношения с Господом. Это работа внутри себя, своим характером. Я знаю, что Господь любит всех. И тебя, и меня. Но Он не очень любит, ту часть характера, которая не соответствует Его стандартам. И для этого Иешуа пришел, чтобы изменить нас из внутренней. И это тоже своего рода тикуналам, изменение мира внутри себя. Не только внешне. Поэтому Господь говорит, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше. В 1734. Дальше Господь говорит о таких висях, которые иногда ломают наше поселение. Вас еще, по-медоберле дворим, что Каэлюшим пошут шоврим, лифаим, это бакшаво-челан. Этой же главы Господь говорит, агон пришел я не звезти на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Спасу Каэрбаим и Тэйш, он говорит, что они бати лави эшле улям. Погружением должен меня погрузиться, и как я там рысь, пока это спершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Господь принес, пришел, не только мир внутри нас, но пришел принести разделение. Мы видим, что Бог с самого начала Писания принес разделение. Разделил небо и землю. Воду, светила, и все это от него. Как в Писании в Диане, если им все движутся, живет и существует. И дальше он говорит о том, что ибо отныне пятеро в одном доме станут разделят. Трое против двоих, и двое против троих, и сын против отца, и мать против дочери, и дочь против матери, свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей. Я думаю, все мы прошли где-то это, среди своих родных, близких, когда мы приняли Ишоу в свое сердце. Ишоу פה מדבר о фраде, и я думаю, что человек моих обрадет этот в жизни. И нам не надо этого бояться. Бог дает нам силу молиться, стоять в проломе. Не суетиться так, как мы суетимся сегодня. Думает только о себе. И на самом деле, мы пошли только о себе. Мы должны молиться. не прорываться. Я верю, что Бог что-то сделает. Я думаю, что есть свидетель, что у вас, когда по вашим молитвам вдруг кто-то близкий искать. И в итоге, что у вас есть идут, что когда вы подпаляли маскарам друзья, знакомые, что хаверин хазру бичува. Но Господь говорит о том, чтобы мы вовремя всегда каялись. Но Ишоу говорит, что мы всегда находимся в маком на хонге на взор бичува. И Господь дал нам эту молитву отче нашу, чтобы мы каждый вечер могли приходить к Нему. И с открытым сердцем сказать, что у нас было неправильно сегодня. И Господь говорит, и Господь говорит, что эти галилеяне были грешни всех галилеян, что так пострадали. 13 глава. Не говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнут. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала база на Силаамской, побило их и на мне были всех живущих в Иссалиме. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, те так же погибнут. О чем ты говоришь? О том, чтобы мы не критиковали других. У нас критики очень много. Почему я говорю это сегодня, сейчас, потому что хочется, чтобы что-то у нас изменилось. Я очень много слышу критики в адрес одного, другого. что-то не так, что-то не так. Что-то не так. И это не так. Но Господь хочет, чтобы мы с открытыми сердца могли приходить и говорить с открытыми. Но Господь хочет, чтобы мы могли приобрести к этому ребенку с ним патух и сказать ему, и не снизу. Как в любой физической семье у нас все открыто. Как в семье? И мы должны быть в мире согласие. Мы должны чтобы у нас шалом в семье. Это я пробегусь дальше, потому что много можно говорить. Давайте откроем 14 главу и с 25 стиха. Я все-таки хочу наталкивать на то, чтобы больше смотреть на Господа. И всегда благодарен за то, что Он избрал все-таки внутри нас. И всегда прежде с создания миров. И что есть его планы. И что высадят пели милосердия, милости его. Которое постоянно с нами. И если от него милость, я не знаю, где мы говорим, сейчас, где я. в 25 стихе, что он обернувшись, сказал им, если кто приходит ко мне и возненавидит отца своего матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом, и саму жизнь свою, тот не может быть моим чечком. Здесь Иисус говорит о том, кто могут быть его ученики. Это те, которые не будут любить больше своих близких. Я заметил много, кто-то очень прилип к своим родителям. И у него даже в семье не лается, он готов угодить родителям. Это вот жена Идом. Левище. И даже животные. И пусто с собакой. И парой это висит дороже чем взаимоотношения. И Господь говорит здесь. Иисус говорит о том, что Иисус живи свою. То есть, мы не принадлежим себе. Мы принадлежим ему. Если он отдал свою жизнь, за все человечество, нашу жизнь, наша жизнь, должна принадлежать тем, кому должны окружающим нам. Это не говорит о том, что мы теперь вообще должны полностью разложиться, чтобы на нас ездили. это не говорится, что мы нужны просто ливатер или коль или обшир или коль или гнезда на твоей голове. Здесь во всем нужна мудрость. И Господь говорит, просите мудрости, я вам дам. что это хохма, а не это лиха? Ну, говорит о том, что я должен быть первым во всем. Но если умер мудрость, если умер или уцарик или решен о чем? Когда нас учили, что какая-то иерархия стоит положение должно быть. Первый Господь, жена, семья, там, и такое. я молился и мне вдруг пришли такие слова. Я хочу быть во всем. И в семье, и в работе, во всех твоих встречах. Что бы ты ни делал, я хочу, чтобы ты делал со мной. Чтобы ты мог смотреть на меня. что во всем был я. После Писания говорит, без меня вы ничего не можете. То есть без него мы не сможем сделать то, что как мы должны сделать. Даже если мы профессионалы. И вы помните такой момент когда ученики уже когда Господь воскрес они они рыбачили снова пошли в неделю и рыбачили ничего не поймали. по по что делали без него и когда увидели его он сказал забросьте с другой стороны. когда они поймали много рыб вроде бы профессионалы но у них что-то не получалось. И когда Господь направляет когда плоды другие я очень хочу чтобы это во мне было. я очень молю чтобы у каждого из нас было без него ничего не сможет. Господь говорит чтобы мы стали солей земли. здесь он опять говорит об этих вещах соль добрая вещь. 34 стих но если потеряет силу чем исправить ее. Я молю чтобы мы не потеряли эту силу. Чтобы мы давали вкус для народа окружающего нас. Чтобы мы могли предохранить наш народ от мерзости и от грязи. особенно наших детей. особенно от детей. И особенно от детей. Пробегусь по 17 главе. Парк 17 буду заканчивать на этом. Где Господь говорил от Царства внутри нас. Мы уже говорили об этом. Мы уже об этом. А в 16 главе есть все такое где Господь говорит что Царство Божие усилием берется. во 16 по что на самом деле наше старство внутри нас оно не рассыл и это усилие мы должны принять для того работать своим характером. Чтобы больше характера ישуа будет внутри нас. И если будет внутри нас, оно проявится и снаружи нас. И то, что у нас внутри, оно проявляется снаружи. И в этом надо усилие. Чтобы кровь Духа, как написано в Галатах 5 главе, чтобы Он возрастал нас, и мир, и судьбу, и вера, и долготерпение, и кротость, и воздержание. И я прошу Тебя, Господь, помоги нам все. В конце 17 главы описывается, что и в те времена, когда был Ной и Лот, и женились, выходили замуж. И так же, как город там, в те времена, жизнь продолжается и сегодня. И это нормально. Выходить замуж, жениться, покупать, продавать, радоваться, и смыть, и смыть, и смыть. Ну, посмотреть на это, чтобы мы не пытались берить свою душу. Но мы должны посмотреть на это, чтобы мы не могли шморать от нас. А все эти блага могли сделать для других. Или что все эти блага могли сделать для других. И в конце говорит, что один возьмется, другой останется. И очень хочется чтобы мы были взяли. Я очень хочу чтобы мы были взяли. Его мир, Его шалом, Его царь. И в конце написано, Иосиф Геом, где трупы там собираются, стервиатники, аравы. Когда наша жизнь начинает больше смотреть на мир, мы становимся на самом деле, пусть это может быть грубым словом, как падок. И потом думаем, почему нас съедают эти стервиатники? В разных ситуациях, в жизни. Потому что мы больше стали смотреть на мир. и потеряли ту любовь, которую Бог дает. Я молю Бога, чтобы Бог приготовил нас к тому, чтобы встретиться с Ним. Чтобы наши сердца приняли решение меняться. и действовать, И меняться не просто принять решение, а действовать, и работать над собой. Я поэтому молю отец, чтобы наши сердца были готовы к тому, чтобы научиться примиряться с друг другом. и принимать твою любовь, чтобы мы могли дарить друг другу эту любовь. И чтобы мы научились принимать от тебя все блага, независимо, какого они уровня, количества, и быть благодарными за все. Помоги нам искать твоего лица. Влеки нас, Господь, и мы побежим за Тебу. Пусть Бог благословит вас. Миром, и Саром. Аминь. Аминь. Аминь.